всем привет меня зовут владимир мельников и я снимаю видео для своего канала на ютубе в частности про материаловедение сегодняшняя тема термообработка стали что такое термообработка простыми словами термообработка стали заключается в улучшении стали то есть изначально вот нам каскаде приносит сталь стран так сырую незакаленную а все заключается в термообработке то что ее закаливает вот она атомном уровне вот у всего есть атомы и соответствующая цепочка построения так вот термообработка заключается в том чтобы эту атомную цепочку сгруппировать еще больше усилить и вот собственно как выглядит этот процесс схематично на графике во первых любой вид москва так материал может закалить ну у каждого вида материал как у чугуна стали меди и так далее так далее есть своя температура плавления так вот на данном графике вы видите процесс нагревания до определенной температуры потом выдержка в зависимости от способа можно с помощью воды можно воздухом выдерживать то есть вернее как вот достигли этой температуры и на протяжении какого-то времени вы его держите в таком состоянии а вот уже охлаждение может быть разным там с помощью воды то есть жить жидкостей как вода масла может быть воздушным то есть под под влиянием воздуха или под потоком обдувающего воздуха также может быть под влияние воздуха на длительного времени то есть не менее 24 часов или же просто суток так рассмотрим этот вопрос поподробнее так первый из них это закаливание стали это процесс связано с нагревом выше критической температуры выдержкой при этом теперь температуры и охлаждения в жидкости водных растворов солей вода масла 2 это нормализация это процесс связан с нагревом выше критической температуры и охлажденные под воздухом или потоком воздуха 3 это отжиг это процесс связан с нагревом выше критической температуре охлажденные воздухом не менее 24 часов или же не менее суток проще говоря отпуск это процесс связан с выдержкой ниже критической температуры бывает низкий средний и высокий отпуск низкий отпуск варьируется от 170 до 250 градусов цельсия средний варьируется от 250 до 500 градусов цельсия и высокий 500 600 градусов цельсия ну из основном то что хотел сказать это все сегодня конечно были термины но эти термины нам очень пригодятся в ближайшем будущем я планирую заснять еще на эту тему как практическое видео вот ну все это будет в будущем но это все то что я хотел рассказать всем спасибо не забывайте подписываться на канал ставьте пальцы вверх пишите комментарии если есть у кого-то какие-то вопросы также ставьте колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео а также добавлять ко мне в различные соцсети я лично этому буду очень рад но она то все все спасибо и до новых встреч